Молочная ферма может появиться в городском поселении Фрианово. Проект рассмотрели в рамках инвестиционного часа в администрации района. В случае реализации удастся создать свыше 80 рабочих мест. Основная цель проекта это вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель бывшего совхоза Фриановский, который находится в нашем районе. Основная цель. И строительство на этих землях молочной товарной фермы порядка 600 голов. В ходе заседания у районного руководства возник проект «Уряд вопросов». Чтобы предприниматели смогли получить поддержку в реализации, его придется доработать. Инвестиционный проект был сырым, поэтому мы не можем поддержать сырой проект. Все-таки это время, которое мы тратим на предпринимателей, для того, чтобы оказать им помощь и поддержку в продвижении бизнес-проекта, инвестиционных проектов. Плюс получать на выходе холостой выстрел не хочется. Доработают, представят, увидим гарантии банка на кредит и дальше будем работать. От проектов на перспективу к действующим предприятиям. Компания «Канонфарма» расширяет производственные площади. Успешное предприятие, выпускающее в год более 80 миллионов лекарственных препаратов, ведет строительство нового цеха, который позволит увеличить количество продукции в три раза. На «Канонфарм Продакшн» строится новое производство. Правда, не теми темпами, которые нам хотелось бы, но тем не менее, нам пообещали усилить работу. Планируют увеличивать производственные мощности и руководство компании «Богородские деликатесы», расположенные в сельском поселении Трубинское. В день здесь перерабатываются от 60 до 90 тонн птицы. Тушки разделывают и полуфабрикат попадает на прилавки магазинов. В перспективе развития предприятия. С марта месяца мы начинаем строительство второй и третьей очереди этого предприятия, которое себя будет включать как не только мясо сырье и мясо полуфабриката, но и также продукцию полной готовности, которую увидят на прилавках наших магазинов. Достаточно высокий уровень технологий, достаточно высокий уровень санитарно-технической культуры. Нас просто поразило. Мы понимаем, что это продукция довольно высокого качества. Все вопросы, которые нам задал Андрей Валерьевич, будут решены в приоритетном порядке. Помощь предприятиям, поддержка малого и среднего бизнеса – важные для развития муниципалитета направления. Поэтому работа с перспективными инвесторами будет продолжена. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова